Газета «Эврика» 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 потому что это вызывает интерес, это имеет какие-то последствия для многих людей, ну и, конечно, печальные последствия для тех, кого наказывают, а также, может быть, поучительные для тех, кто попадается на удочку у мошенников и прочих правонарушителей. В частности, вот подсадная утка, так называется материал, который мы видим на второй-третьей полосе, и здесь дается информация о процессе в нашем Октябрьском суде, которое касается женщины, можно сказать, провоцирующей людей на налоговые преступления. Вот как было раскрыто это дело, и вообще сколько может за этой дамой тянуться других процессов, кого, может быть, наказали правильно или неправильно, это мы еще пока не знаем, но вот один из случаев в газете сегодня представлен. Придется ли платить? Наверное, многие люди, которые приезжают и, может быть, пешком ходят в районе привокзальной площади, видели вчера, что начались работы по установке автоматов для оплаты въезда на привокзальную площадь, то есть теперь, по-видимому, там станет гораздо меньше таксистов и машин. Которые за гаражом ходят. Ну, жители этого района жалуются уже давно, что у них невозможно ни открыть окна, ни дышать, ни тем более выйти на улицу, потому что действительно здесь огромное количество машин, и убрать сложно эту территорию. Вот журналисты попытались выяснить вообще, кто за этим стоит и кто, собственно, деньги будет собирать, но история требует дальнейшего продолжения. Что касается другой истории, в прошлом номере газеты многие читали, материал о том, как чиновник свою подчиненную ругал и даже, можно сказать, ударил. Во всяком случае, женщина заявила именно так. Это дело разбиралось на дисциплинарном совете. Чем закончилось, тоже газета сегодня вам расскажет. Еще один судебный процесс по давно нашумевшему известному делу о происшествии на городском пляже. И действительно, это была страшная история, потому что, когда сотни кубометров земли падают на голову детей, то это страшно и для их семей, и вообще для тех, кто потенциально, может быть, думал приехать отдыхать на Октябрьское море. Это один из самых популярных наших пляжей. Хотя владелец пляжа не признал свою вину, он считает, что он не имеет отношения к этому несчастному случаю, и, по всей вероятности, он, конечно, думает, что это городские власти виноваты, раз они дали разрешение там открыть пляж. Ну, в общем, об этом процессе и приговоре вы сегодня тоже прочтете. Обращаю ваше внимание на то, что два дня осталось до окончания конкурса газеты новогоднего. Новый год все ближе, и сейчас все заняты подарками, приготовлениями, рецептами кулинарными. Поэтому газета попросила своих читателей присылать рецепты, может быть, с изображением символа будущего года. Год у нас свиньи, как известно, ожидается. И уже поступают рецепты, они публикуются в Инстаграме на странице газеты «Эврика». Наверное, даже кто-то уже попробовал. Если попробовали, пишите там же в Инстаграме, что у вас получилось. Ну, а те, кто присылал в газету свои рецепты и даже показывал на фотоизделия, вы будете разыгрывать приз. Приз от спонсора, от «Мегапланеты». Это сертификаты на одежду, очень много всего есть интересного в «Мегапланете», так что сертификаты вам пригодятся. Материал «Бери, коньки, вставай на лыжи» тоже имеет очень полезное значение для этих дней, потому что сейчас все думают, куда поехать с детьми на каникулы, где провести новогодние выходные. Все, конечно, рады тому, что выпал снег и что можно за город отправиться, взять на турбазе лыжи, санки, покататься с горки. Кто-то уже даже вчера пробовал маршруты, видимые тоже в социальных сетях, фотографии и видео. Но вот сегодня Эврика дает цены и адреса, и телефоны всех наших загородных баз отдыха, куда вы можете позвонить, узнать, где нужно записываться, где можно приехать без записи, и отдыхать с удовольствием, с пользой для здоровья. О том же, где детей можно вывезти на праздник и получить подарки, и поучаствовать в каких-то представлениях, вы прочтете в материале «Елка Элвиса и Акона Матата». Это буквально такой обзор всех городских елок и праздников, которые будут устроены для малышей, ну, может быть, еще школьников младшего школьного возраста, потому что старший школьный возраст, как известно, уже ни по каким Дед Морозу, хороводам, да, их даже не уговорить туда пойти. Те, кто больше интересуется фантастикой, фэнтези, технологиями, для них, наверное, будет интереснее материал «Будущее сейчас», не то, что прежде. Потому что здесь автор материала Владислав Кожухарь прошелся по известным фантастическим рассказам и романам, опубликованным много лет назад, где авторы фантазировали по поводу 2019 года. И оказывается, таких произведений можно найти несколько, вот так что сегодня, я думаю, будет интересно посмотреть, кто же из авторов что угадал, а может быть, что-то такое напридумал совсем апокалиптически страшное. И слава богу, что мы не дожили до этого, и, надеюсь, не доживем. Чем запомнился год уходящий? Это всегда интересно в конце года подводить итоги. Буквально по каждому месяцу самое громкое событие и самое курьезное событие газета собрала. И, конечно, это опять возвращает нас и к происшествиям, и к всяким открытиям объектов, и к интересным событиям, необычным событиям. Ну, а курьезы – это всегда тоже занимательно и интересно. Кроме того, здесь еще вы найдете портреты и имена людей, которых многие узнали в этом году, а кто-то, может, и знал раньше, но вот о них очень много и часто говорили. Мы, конечно, от нашей редакции от всей души поздравляем Куралай Байменову, председателя общества поддержки парализованных граждан с высокой наградой. Она одна из троих всего жителей Казахстана, которые удостоились ордена УТАН и получили золотую звезду за свои заслуги перед обществом. И то, что Куралай Базарбаевну отметили, это очень важное событие не только для нее, не только для всех членов общества парализованных граждан, но, я думаю, для всех актюбинцев тоже. Так что мы рады, что замечает правительство таких людей и оказывает им знаки внимания. Есть ли у Деда Мороза дети? Почему мы встречаем Новый год 1 января? В чем ошибся Петр I, переведя страну на юлианский календарь? Кто валялся под елкой вместо подарка? Вот такие интересные вопросы, исторические вопросы задают авторы Эврики сегодня. И вы прочтете очень много интересной и такой забавной информации о том, когда встречали в прошлом Новый год и почему мы сейчас именно 1 января, а не 1 марта встречаем его. Так что сегодня материалов о Новом годе много. И это материалы и наших авторов, и о нашей жизни актюбинской. И, конечно, материалы из центральной прессы или какие-то обзоры. Поэтому волшебный праздник глазами малолетнего очевидца, живущего в Советском Союзе, тоже будет, я думаю, старшему поколению достаточно интересен. Ну, а что касается любителей гороскопов, то вы можете вот открыть 22-23 страницы газеты и увидеть здесь симпатичного поросенка и прочитать, не подложит ли вам 2019 год свинью. А может быть, наоборот, он для вас должен быть успешным, удачным и принесет вам богатство и благополучие. Вот это тоже вы, я думаю, конечно, как бы мы над этим не смеялись, но тем не менее мы все равно какую-то долю серьезности вносим. Ну, а что касается последней полосы газеты, сороковой, то здесь вы найдете несколько фотографий, опять-таки рассказывающих о интересных, необычных событиях минувшего года и какие-то ситуации, которые тоже были для нас необычны. В частности, например, Димаш, когда приезжал сюда, то за ним последовали поклонники из разных стран. Вот даже такие пожилые в инвалидном кресле тоже нашли силы для того, чтобы приехать на родину и посмотреть, где учился Димаш, где он жил, вот именно здесь у нас в Ак-Тубе. Ну, и еще целая серия тоже таких же не менее интересных, занимательных событий. То есть, как всегда, в «Эврике» каждый может найти материал на свой вкус. Все самое актуальное, свежее, интересное. Читайте газету «Эврика». А, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Благодарю вас за содержательный рассказ. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова